Снизить размер взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов до 5 рублей было решено на очередном заседании правительства, прошедшем под председательством Сергея Такоева. Глава республики принял такое решение, дал нам поручение, чтобы мы снизили до 5 рублей. И перерасчет сделали с 1 января 2015 года. Льготами ветеранов смогут воспользоваться вдовы погибших участников Великой Отечественной войны и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. 2 миллиарда 230 миллионов рублей – размер кредита, возможность получить который есть у нашей республики. Средства выделяются из федерального бюджета для погашения коммерческих займов. Ставка по нему 0,1%, что в 200 раз меньше нынешней. Эта мера поможет сэкономить около 500 миллионов рублей, которые пойдут на социальные нужды республики. Заявка будет удовлетворена после выполнения ряда требований. Необходимо внести страховые взносы за неработающее население и сократить количество объектов незавершенного строительства коммунальной инфраструктуры. Изменения в бюджет вносятся в парламент Северной Осетии и будут рассмотрены на очередном заседании. Вы заметили рост цен в течение последних? Нет, все нормально. Пенсия хорошая, так что можно покупать. Однако не все жители Северной Осетии придерживаются мнения Тамары Дойвой. Согласно мониторингу цен Минэкономразвития, если основной набор продукта в августе обходился в 3273 рубля, то в марте 2015 за него необходимо заплатить 4166 рублей. Рост цен составил 27%. Чем обосновано подобное подорожание? Не является ли оно следствием завышения цен торговлей? Дорого все очень, очень дорого. Заморозить цены на продукты питания первой необходимости, решили предприниматели Северной Осетии, откликнувшись на призыв Министерства экономического развития Северной Осетии. Стейтон, Забава, Гурман, Деликат, Премьер Торг и Три Пирога. Именно эти торговые сети в течение двух месяцев зафиксируют цены на набор необходимых продуктов питания. От хлеба и крупы до чая и молока. В связи с этим, учитывая напряженность ситуации на рынке реализации продуктов питания, управление посчитало, что действия торговых сетей не нарушают требования антимонопольного законодательства. В одной из сетей была заморожена цена на хлеб. Цена на два месяца будет неизменна 16 рублей. То есть я думаю, что это поможет социально незащищенным слоям более не так тяжело пережить вот эти все кризисы. С 18 до 16 рублей в торговой сети Три Пирога уменьшена цена на хлеб. Товар на прилавок поступает без наценок по себестоимости производителя. Цену на хлеб мы поднимать не будем. Даже если цена на муку поднимется, два месяца это стабильно, 16 рублей будет у нас стоить хлеб. Не просто зафиксировали, но и снизили стоимость. Теперь продукты тут стоят дешевле, чем на рынке и в мелких торговых точках. В магазинах участников программы располагаются информационные стенды с перечнем продуктов, продаваемых по льготной цене. Это очень-очень все приветствуют, потому что все понимают, что время у нас непростое, а снижение цены – это просто удивительная ситуация у нас получилась. Мне очень доволен, если конкретно меня спрашиваете. Цены снижены на самые продаваемые товары. Пшено – 23 рубля, рис – 45 рублей, гречка – 49 рублей, мука – 57 рублей, молоко – 44 рубля, чай – 47 рублей, яйца – 59 рублей, макароны – 35 рублей, хлеб – 16 рублей, масло сливочное – 38 рублей, подсолнечное – 69 рублей. Товары на полках выделены зелеными ценниками. Найти их не составит труда. Мы взяли довольно-таки ходовые позиции, которые продаются, есть на них спрос, покупательский спрос. Так что чуть-чуть неправильно. Отверждение, что мы взяли неходовые товары. Сахар весовой, соль обычный, молоко 2,5% – это самое ходовое, продаваемое молоко. Я думаю, нет. Мы с другой точки зрения подходили, чтобы покупатель, приходя к нам в магазин, мог набрать вот эту потребительскую корзину. Продуктов, обозначенных в перечне, на складах достаточно. Для предпринимателей это, конечно, большой риск, но осетинские бизнесмены обещают держать цены вне зависимости от действий поставщиков, тем самым помогая незащищенным слоям населения. В какой-то момент ажиотажа, может у нас не быть конкретного данного, данной позиции, но мы, понимая свою цель, следуя своей цели, мы поставим другую гречку, другого производителя. Это не связано конкретно с ними. У нас постоянно идут беседы с нашими поставщиками, которым мы тоже предложили данный вариант работы, чтобы помочь населению, по крайней мере, вот с этими продуктами. И они пошли нам навстречу, некоторые поставщики, то есть снизили свои нам, для нас закупочные цены, и, соответственно, в контакте с ними мы тоже. Добрый день. Здравствуйте. Таковая цена жизненно необходимых продуктов в ведущих супермаркетах республики. И, что самое главное, продовольственная корзина не потяжелеет в деньгах в ближайшие два месяца. Премьер-министр Сергей Такоев мог лично убедиться в том, как соблюдается договоренность между властью и бизнесом. В ходе рабочей поездки председатель правительства подчеркнул важность социальной ориентированности ассистинского бизнеса. Мы благодарны этим сельвикам за понимание, за отношения. Они могут служить примером, как и другим бизнесменам, как надо в таких ситуациях реагировать на сегодняшние запросы, времени, запросы кризисных моментов. Поэтому мы здесь их, естественно, поддерживаем. И хочу сказать спасибо и федеральной антимонопольной службе, потому что без согласования с ними, конечно, такие акции не были бы возможны сегодня. Здесь все основано на доброй воле, и на договоренности, и на порыве, как говорится, на социальной ориентированности владельцев этих предприятий. Поэтому здесь заставить никого нельзя. Здесь есть понимание с их стороны, и мы за это благодарны. Это лишь одна из мер антикризисного плана, направленная на стабилизацию экономики Северной Осетии. Добрый день, Роман Русланович. Спасибо большое, что согласились с нами пообщаться. Скажите, пожалуйста, чем обоснован скачок цен на продукты питания первой необходимости? Скачок цен на продукты питания обусловлен экономической ситуацией в стране. Вы знаете, что, во-первых, в середине прошлого года подорожала валюта, подешевела нефть, плюс еще были введены санкции в отношении Российской Федерации. Санкции выражались в прекращении, в том числе, поставок ряда товаров и продовольствия. И вот эти все события и обстоятельства в комплексе и дали такой скачок цен. Но государство, конечно же, реагировало на ситуацию. Началась эта реакция с указа президента от 1 августа 2014 года, номер 560. Там два раздела. Первый раздел предусматривает меры по мониторингу ситуации и по наблюдению за ценами, за экономическими процессами. А второй раздел предусматривает непосредственно меры, направленные на поддержку, направленные на увеличение предложения на рынке сельскохозяйственной продукции и на недопущение злоупотреблений со стороны как хозяйствующих субъектов, так и органов власти, которые эти процессы в той или иной степени администрируют. Как регулируется вопрос ценообразования и есть ли допустимые показатели роста цен? По мониторингу цен, вот цены на 11 основных продуктов питания мы мониторим еженедельно. Некая сложность состоит в том, что ввиду широкого предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, на рынке продуктов питания, у нас нет одного или двух поставщиков, которые являются основными, доминирующими в данной области. Это, конечно же, хорошо, это говорит о том, что конкуренция есть. Но ввиду большого количества продавцов затруднительно определить именно тех субъектов, которых мы будем мониторить. И в итоге было принято решение запрашивать информацию только у оптовых поставщиков. И именно с ними мы работаем. Еженедельно нам представляют информацию. Как правило, это 2-3 оптовых поставщика на рынке каждого товара. Цена формируется с учетом баланса спроса и предложения со стороны обеих сторон. Проводите ли вы мониторинг цен на лекарства, если не поступили жалобы людей? Полномочий по контролю розничных продавцов медикаментов у нас нет, поскольку такие полномочия могут применяться только в отношении доминирующих субъектов. Когда субъекты доминируют на рынке, у нас таких ряд случаев есть. И если на них поступят жалобы, что они повышают цены незаконно и с превышением этих размеров установленных, естественно, будут нами приняты меры. До настоящего времени фактов злоупотребления по доминирующим положениям мы не выявили. Рынки доминируют на рынке субъект, который занимает долю более 50%. В отдельных случаях, с учетом экономической ситуации, положение субъекта может быть признано доминирующим, если он занимает долю более 35%. Когда может занимать субъект на рынке продажи лекарств долю? Например, в сельских населенных пунктах одна аптека. Естественно, в соседнее село никто за лекарствами не пойдет, и тогда у него доля близка или составляет 100%, тогда он доминирует. Вот к таким субъектам у нас пристальное внимание, и в том случае, если будет обращение о том, что мы не можем решать за заявителей, что их права нарушены, потому что мы не являемся тем органом, который проверяет кассовую дисциплину или проверяет каждую сделку заключенную аптекой. Это не в наших полномочиях, но по жалобам мы можем реагировать. Минэкономики проводит мониторинг на 40 позиций продуктов питания первой необходимости, передает сведения ФАС и прокуратуру. Какие методы воздействия есть в вашем арсенале, и какие наиболее действенные из них? Круг методов, который есть в нашем ведомстве, он ограничен федеральным законом, он ограничен Конституцией, которая говорит о свободе экономической деятельности. И в данном случае свобода экономической деятельности ограничена запретом для хозяйствующих субъектов устанавливать цены, которые являются слишком высокими. В каких случаях мы можем обратить внимание и усмотреть признаки установления цены в результате соглашения незаконного? В тех случаях, если цена устанавливается синхронно и единообразно относительно, и на равные величины повышается цена у различных хозяйствующих субъектов, не связанных друг с другом иерархии подчинения, общими учредителями и так далее. В этих случаях мы могли бы задуматься о том, что, коль скоро независящие друг от друга хозяйствующие субъекты, находящиеся в разных экономических условиях, поднимают цены синхронно на одни и те же величины, значит, есть признаки соглашения. Сейчас рассматривается закон регулирования цены. От поставщика до прилавка наценка не должна превышать 15%. Как вы оцениваете эту законодательную инициативу? Я, безусловно, одобряю эту законодательную инициативу. И я думаю, что здесь разумно законодателю задуматься о том, чтобы предоставить розничным продавцам возможность, даже, может быть, в виде преференции, возможность непосредственно заключать договоры с производителями того или иного товара продовольственного. Поскольку в данном случае, если производитель будет обязан отдавать предпочтение именно розничному продавцу, будет сокращена цепочка посредников. И, по крайней мере, мы, как административные органы и другие контрольные органы, будут знать, что розничный продавец имеет возможность купить продукт непосредственно у производителя, условно, по дешевой цене. И, соответственно, у него расходы будут меньше и предложить населению по более низкой цене. И в этом случае, если он продает по дорогой цене, значит, он либо неразумно поднял свой аппетит неразумно высоко, либо он недобросовестно покупает не у производителя, а у неких посредников, тоже имея какой-то экономический интерес. Вы приводили нам данные по ценам на продукты питания. Как мы выглядим по сравнению с другими субъектами СКФО? Наш субъект, он не рекордсмен по уровню цен, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Ну, такой крепкий середнячок, я бы сказал. То есть наши цены, они ниже, чем предельные цены, например, как цены в Дагестане, они высокие у них, в Игушетии, и, например, они у нас могут быть выше, чем в каких-то других регионах Кавказа. Спасибо большое за приятную беседу. Удачи во всех ваших начинаниях. Всего хорошего. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok